Уже почти два часа продолжается митинг на проспекте Академики Сахарова. Вот сейчас белый счетчик зафиксирует максимальное количество человек, которое сюда пришло. Это более 24 тысяч человек. Давайте посмотрим, как много людей сегодня здесь. Если вы видите, очень далеко тянется линия из людей, и некоторые уходят, но при этом люди продолжают приходить. Сейчас на митинге выступает Алексей Навальный, и, скорее всего, он будет либо последним, либо одним из последних людей, которые сегодня выступят здесь, потому что буквально через 15 минут митинг на Сахарова должен закончиться, и после этого людям придется разойтись, конечно, если у них не будет таких других идей. Очень много сегодня выступало здесь активистов, журналистов. выступал Илья Азар, выступал Любовь Соболь. Было несколько фигурантов московского дела. Впрочем, можно сказать, что это уже бывшие фигуранты, потому что все они уже на свободе, в числе Алексея Миняйла, или, например, Валерий Костенок. Про Любовь Соболь на площади скандировали «Любовь сильнее страха». Кроме того, поддержать митингу сегодня пришли несколько музыкальных групп, в их числе молодая группа «Хаден Даден», которая уже до этого отмечалась на некоторых протестных митингах, а также Алексей Кортнев. Ну, вот вы видите, люди продолжают приходить. Было сегодня на митинге несколько интересных персонажей. Был, например, человек, похожий на шамана с губном. Кроме того, несколько человек приходили с тамбуринами. На удивление, много людей с детьми, но это можно объяснить тем, что митинг согласованный, и люди, к счастью, не боятся приходить даже с маленькими детьми на митинг. Пришло несколько инвалидов на колясках. Вскоре мы выложим видео, на которых видно, что люди не боятся приходить и участвовать в акциях протеста. Митинг начинался с дождя, но сейчас, как вы видите, зонтиков уже нет, дождь прекратился, и все-таки очень холодно. Тем не менее, людей действительно много, и даже несмотря на то, что в Москве холодно и довольно промозгло, люди стоят здесь уже практически два часа, и мало кто расходится. Давайте попробуем подойти поближе. Вдоль заборов стоят дружинники и сотрудники полиции. Можете видеть, эти люди с красными повязками. Еще из интересных персонажей по акции ходит человек довольно пожилого возраста в черном длинном плаще, на котором написано «Коррупция». Довольно паэтично. Вообще, можно сказать, если участие молодежи в подобных акциях уже стало, скажем, нормой, то сейчас на митинге очень много интеллигентных пожилых и довольно взрослых людей старше 50 лет. Видно, что, возможно, именно московское дело повлияло на их участие в митинге сегодня, потому что многие говорят, что то, что для московского дела задержали молодых людей, и несколько реальных сроков они получили. Из-за этого многие взрослые вышли, чтобы поддержать их, понимая, что и их дети могут оказаться на том же месте. Вот сейчас продолжает свое выступление Алексей Навальный. Давайте посмотрим. Там вдалеке, на сцене Алексей Навальный, добраться туда практически невозможно. Там страшная давка. Но, кстати, в отличие от многих митингов, сейчас люди не так активно скандируют. Люди поддерживают такие лозунги, как «Свобода политзаключенным», как я уже говорила, «Любовь против страха», «Отпускай», вы слышите, скандируют люди. И все-таки некоторые лозунги не находят поддержки. Так, например, «Другая Россия», ее активисты скандировали «Революция», и люди не стали поддерживать их. И несколько раз со сцены спрашивали, «Вы боитесь?» На что люди отвечали «Нет». Вот видно, что довольно много коммунистических флагов пришло. Причем это не только КПРФ, это и другие коммунистические объединения. Да, видимо, Алексей Навальный действительно будет последним. в миссинге на Академика Сахарова, потому что уже буквально через несколько минут люди должны будут отсюда разойтись.